Четыре бритвы, полученные мной сегодня от Андрея, были подвергнуты восстановительно-заточным работам, объем которых я и буду освещать в данном репортаже. Но до того, не могу не отметить, что все бритвы в данной сессии были отфинишированы на камне, который я шутливо назвал бы Маруся, или полуофициально назвал бы Камнем Умиротворения, либо официально он обзывается как Накаяма Марука. Благодаря результатам стараний Максима Николаевича появилась возможность поработать на вот таком камне. Скорость и тонкость работы до ошеломления изумляет. Ну, или до изумления ошеломляет. К сожалению, камера, наверное, этого не передает, но в нем куча, да вон они видны, сияют, кристаллики кварца. Исключительно быстро и тонко работает. Максим Николаевич, земной поклон. Итак, возвращаемся к бритвам. Первая в данной четверке, это у нас бритва мануфактуры Фредерик Рейнольдс. По ней вот эту часть полотна, тыльную, назовем ее так, я отполировал. Эту часть не трогал. Оправа выполирована. Внутри вычищена. Клинышек подбит. Здесь все теперь смыкается четко. Бритва закрывается по центру четко. Вот так выглядит в закрытом состоянии. В результате заточена. Фаска чужая. Предупреждаю сразу. Все бритвы в данной группе были заточены в слой изоленты. Осевой слегка подбит. Это номер раз. Далее. Бритва Джозеф Роджерс. Видавшая лучшие виды. Но тем не менее, своей привлекательности не утратила. Я лишь слегка попытался ее подчеркнуть путем полировки. А точнее сказать, изначально оправа была вымыта изнутри. Выполирована снаружи, включая пины, безусловно. И была выполирована полотно с обеих сторон. Бритва в результате была заточена. По слесарке бритва далеко не самая идеальная. Точнее сказать, не самая ровная. Вот здесь, вот в этом месте, имеется некий провал. Отталкиваясь от этого, вот кромка, а точнее сказать, фаска, ее ширина была одной. Потом вот здесь она сузилась. И дальше снова расширилась до рабочего состояния. С обратной стороны ситуация обратная. То есть она имела одну ширину, затем она расширилась. То есть вот в этом месте имеем небольшой, ну он, наверное, зрительно не будет заметен. Но тем не менее. Безусловно, технически это никак не повлияло на степень остроты, на заточку и так далее. Просто эстетически, вот мы имеем такой нюанс. Естественно, от него никуда не деться. Но, с другой стороны, учитывая возраст данной бритвы, такие моменты встречались, я бы сказал, достаточно нередко. Это номер два. Третья бритва, бритва французского производства. Это Уаль Сент-Этьен, то есть звезда Сент-Этьена. Полноразмерный ложный фреймбэк. По нему полотно было выполировано, равно как и оправа. Здесь был сточен костяной клин, дабы бритва заходила ровно. И ее не закусывало. Раньше вот этот клинышек, он гораздо дальше вот сюда уходил. И бритва, во-первых, в него упиралась. Для того, чтобы ей как-то найти место, она заходила в расстояние между клинышком и внутренней щечкой оправы. Теперь этого нет ничего, она закрывается абсолютно по центру, но я надеюсь, это видно. И был подбит слегка осевой. Сейчас она закрывается практически идеально. Естественно, в этих всех местах все вычищено. Дополнительно в процессе заточки, вот здесь была микрообратная улыбка, она была убрана. В том месте имели место быть такие небольшие сколы. Сколы, естественно, тоже были убраны. В бритье я хотел бы законного владельца в определенной степени предупредить. Бритва имеет некий диссонанс между ее размером и ее массой. То есть бритва достаточно легкая. По балансу никаких нареканий нет. Она четко сбалансирована, приблизительно. Вот в этом месте у нее центр массы. Но несмотря на то, что бритва легкая, бритва широкая и бритва, естественно, достаточно твердая по стали. Поэтому будьте бдительны, когда одним словом контролируете давление. Итак, Этуаль Сент-Этьен номер третий. Замыкающая в группе бритва немецкого производства Бисмарк. Выполированная оправа. Всечка выполирована. Теперь она сияет ярким пламенем. Равно как и клинок. Вот таким вот образом насечки были выполированы. Одним словом, все пожелания законного владельца были в полной мере выполнены. Вот и все. Бритвы пакуются, безотлагательно отправляются. Сейчас я запишу еще один коротенький репортажек. Появилась у меня прекрасная мысль, которую я воплощу в вербальные, так сказать, знаки буквально через секунду. На этом надолго не прощаемся. До скорых встреч в эфире. Пока. Продолжение следует...